Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. Ребята, сегодня, как обычно, мы будем продолжать искать какие-то секреты и легендарных покемонов. Но это, в принципе, вряд ли это я вам вру, но всё же, ребят, честно, каких-то редких покемонов мы постараемся найти, я это вам обещаю. А если вы любители покемонов, если вы хотите видеть покемонов хоть каждый день, ребята, я готов для вас уступить место в расписании выхода моих видео. А если честно, я даже могу выпускать два видео в день, всё, что вам нужно. Секунду, на меня секундочку одну потратить, всё, что нужно, влепить большущий палец вверх. Каждый ваш лайк решает, ребята, судьбу нового видео. Даю вам своё слово, набираем 7 тысяч лайков прямо сейчас на вот этой серии покемонов. Завтра выходит новая серия покемонов, не верите? Ну, 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 давайте поспорим, давайте поспорим. 7 тысяч лайков, завтра выходит новая серия. Вы убедитесь, вы, вы, вы убедитесь в том, что я вам, ребята, не вру, честное слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты вконтакте, скидывайте ссылки. Чем больше новых людей придёт, больше лайков, быстрее выйдет новая серия. Также, ребята, пишите что-то интересное в комментарии, пишите факты о покемонах, задавайте мне вопросы, пишите, какие ваши любимые покемоны на самые интересные вопросы, я, как обычно, буду отвечать. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать к самой серии. Но, ну, вы помните традицию каждой нашей серии про покемонов, ребята? Каждый из вас может попасть ко мне, друзья, вконтакте. Что же вам нужно сделать? Зайти в описание, там будет ссылочка на мою страницу вконтакте. Просто, ребята, заходите, добавляйте мне в друзья, задавайте вопросы мне, ставьте лайки на мои фотки. И просто, ребята, я буду общаться с вами, отвечать на ваши вопросы, и, конечно же, добавлять вас в друзья. Поэтому, ребята, наша традиция, заходите, добавляйте меня в друзья вконтакте, ребята, я вас там жду. А сейчас, покемошки, покемошки, вы на что? Заждались? Заждались? Я тоже заждался. И знаете что, ребята, хоть у меня сейчас, ну, не скажу то, что поздно, полдесятого вечера, да? Вы смотрите это утром, можно сказать, но в видео я записываю полдесятого вечера. И шо-то, 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 у меня даже есть какое-то желание записать длинную серию. Не прям там 25-30 минут, а, ну, не знаю, там 45-50 минут. Я не сум... Да, сумасшедший немного, но всё же, ребята, вы видите, вы видите, какой я псих записываю такие длинные серии. Ребята, я честно, я пока что не знаю, насколько длинна выйдет эта серия, но постараюсь сделать её как можно длинной. Ребята, мне просто нужно узнать. Вот ты сейчас сидишь, мне нужно, чтобы ты ответил прямо сейчас мне на вопрос. Я обращаюсь прямо к тебе. Ты хочешь серии Пиксельмона 20-ти минутные, 15-20 минут, и ты хочешь серии Пиксельмона 35-40 минут, прям как какой-то сериал, где реально серии по 40 минут, да, выходят. Или там, допустим, Игра престолов, где вообще, в принципе, около часа. Хочешь такое или хочешь 15-20 минутную серию? Ребята, вот прямо сейчас я вас прошу, заходите в комментарии и пишите, насколько длинные серии Пиксельмона вы хотите. Напишите, ребята, вы за 15-ти минутные или вы за 40-ка минутные? Мне просто, ребята, нужно знать. И также реально поставьте лайк, потому что, ну, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ребята, мне реально нужно знать, честно, просто, просто спрашиваю, просто спрашиваю. Ребята, вы в курсе то, что нам осталось докачать трёх покемонов? И мы, и мы, знаете что? Да, да, мы выкладываем нафиг эту команду и берём новую команду, да. Но, 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 у меня, кстати, в инвентаре нифига нету. А где всё моё? Я выложил в сундучки. Да, в сундучки. А в первую очередь нам что нужно взять, что нам пригодится? Вот это и вот это. То есть, если мы встретим каких-то покемонов, то мы хотя бы их сможем словить. Больше у нас ничего нету, что нам пригодится, да. Поэтому мы вызываем нашего Черезардика. И давайте полетим, ребята. О, я, кстати, вижу. Минус. А, в принципе, давайте, давайте уже сядем и давайте полетим. В этой серии мы постараемся найти босика. Постараемся найти редкого покемона. Постараемся найти Шайни. Пфу, расплюнуть, ребята. Нам каждую серию встречаются Шайни. А вы не верите в то, что я её найду? Найду любого Шайни в этой серии. Вы мне не верите? Ребята. Я. Увидим. Увидим. Найду ли я что-то редкое в этой серии или нет? Потом скажете. Эдисон, прости, я был неправ. Я реально знал то, что ты найдёшь что-то редкое. Ну, ну, ну. Я просто хотел там повозмущаться, что ты не найдёшь. А, вот сейчас увидите. Сейчас увидите, ребята. Что-то да найду. Может. Может. Может да найду. Так, 800 опыта. Ребята, нужно прокачивать нашего Люкс Рея. Он уже 46 уровень. Прокачаем ему ещё 4 уровня. Его, в принципе, можно спокойно выкладывать. Мне интересно, мы тут были? Мне кажется, нет. У нас полторы тысячи баксов, ребята. Мне интересно, что я смогу купить за полторы тысячи. Ух ты, ёшкин кот! Напугал меня нахрен. Нифига себе, чувак так выбежал. А я что, не обкакался? Так. Ещё клоун какой-то нафиг. Или что? Давайте уходим нафиг. Я вообще не хочу иметь дело вот с такими ненормальными. Так, магазинчик, магазинчик, магазинчик. Что у тебя тут будет интересного? Пожалуйста, предложи нам мастер-болл за 3000 баксов. Да, если бы. Если бы. Тут у нас газировка. Тут у нас... Да, эта дура, как всегда, мэлы продаёт. А тут у нас ультра-болл. Хэви-болл. Хил-болл. Левел-болл за дивен... Квик-болл даже. Это прям шоп каких-то... Квик-болл за 1000 баксов. Ультра-болл за 1350 баксов. И левел-болл за 900. Ох ты ж нафиг. Ох ты ж нафиг. Ну пока давайте... Ребята, это офигенный. Это офигенный шоп. Нужно будет запомнить, где он находится. И потом, ребята, сюда прийти. Это офигенный шоп. Запомните. Запомните место. И знаете, ребята, что? Я вижу вам... Я вижу вам очень нравится играть в каких-то детективов. Вы спросите, Эдисон, что ты имеешь в виду? Потому что вы очень любите мне что-то там указывать. О, кстати. Такой 3-4. Нормально. Ребята, поиграем в такую игру, как мы делаем, в принципе, каждую серию. Я буду летать. Буду искать покелут. Буду искать лаки-блоки. Но иногда вы знаете то, что я бываю немного слипошаром. Иногда. Не всегда. Иногда. Иногда. Да, я немного бываю слипошаром. Поэтому, ребята, если вы где-то на земле заметите покебол. Если вы где-то на земле заметите лаки-блок. И увидите то, что я его сам не замечу. То, ребята, пожалуйста, напишите в комментарии, на какой секунде вы заметили. И что вы заметили. Что это было? Покебол или лаки-блок. Благодаря вам. Благодаря вашим комментариям. Я потом прочитаю их. И увижу то, что какой-то там Петя Федоркин написал то, что где-то там, Эдисон, ты пропустил такой-то болл. Или ты пропустил лаки-блок. Пожалуйста, вернись туда и забери его. И, ребята, только благодаря вам я смогу туда вернуться и забрать. Потому что я знаю то, что вы написали то, что там что-то есть. Но сейчас я заметил. Сейчас не нужно мне ничего указывать. Потому что сейчас я заметил то, что тут есть лаки-блок. Надеюсь, что он счастливый. Охренеть, счастливый, да. Прям, прям, счастливчик, прям счастливчик. Черезардушка, миленький мой, пожалуйста. Пупсичек, включи нам день. Вы не верите, что Черезард может включить день? Его просто нужно попросить. Черезард, пожалуйста, включи день. Спасибо, миленький. Вот видите, просто его нужно хорошенько попросить. Ничего особенного, ребята, нету. Давайте включим. Охренеть, просто. Ах, твою. Крутой, да. Я согласен. Очень, очень крутой лаки-блок. Дам еще даже деревянный меч выпал, который нам, в принципе, нафиг не нужно. Хиросос. А, ты 11 уровень. Ты мелкий. Мелкий Хиросос. Да. Какое-то оскорбление. Я не хотел никого оскорбить. Просто у него реально имя Хиросос. Да, Хиросос? У него даже имени нет. Ну, он Хиросос, ребята. Поверьте мне на слово, на слово, да. Так, 39 уровень. Еще разочек. Замечательно. И Стан. А, нет. Стантлер. Я бы тебя убил, но ты очень маленький уровень. А я пока тебя не хочу ловить. Потому что, в принципе, ты нам, если честно, сейчас не очень так нужен. Ты тоже маленький. То есть, только что был Хиросос там 40 уровень. А сейчас вообще какой-то мелкий. Ну, зашибись. Через Ардушка наш, миленький. Давай, давай, давай. Веди нас в какие-то дальние страны. Дальние страны. К большим покемонам. К лаки блокам. К покелутам. Ребята, смотрите внимательно по всем краям нашего экрана. нашего видео и вашего монитора. Ребята, если где-то что-то заметите, прям кричите. Мол, Эдисан, там, там такой. Главное, не сильно кричите, чтобы мама не услышала, чтобы потом вам ремешком по жопе не надавала. Но все же, ребята. Все же, поаккуратней. Я тоже внимательно пытаюсь смотреть, но пока что нифига. Или я уже что-то пропустил. Может, даже что-то пропустил. Может. Опа, опа, опа. На, зато деревню не пропустил. Кузница? Кузницы я не вижу. Зато вижу новенькие покемагазины. Может, туда же что-то будет полезное. Опять эмейлы? Да иди ты нахрен со своими эмейлами. Ревая, не. Мне кажется, мы никогда не встретим магазин, где будут продавать экспешеры, где будут продавать мастерболы, где будут продавать, я не знаю, что еще. Локейджи. Мне кажется, мы никогда не встретим. Это случайно не босс? Легендарный босс, нахрен. Офигеть. Ни хрена себе. Так. Ни хрена себе. Ты что, охренела? О, зато... Так. Это уже что-то нормальное. Зато торта расправилась. Ребята, офигеть. Я прям вспотел нафиг. За столько серий мы нашли босса. И красного нафиг. Я прям охренел, ребята. Круто. Вот, вот. Я вам говорил... Вы мне... Вы мне... Ребята, вспомните начало серии. Что я вам говорил? То, что я найду что-то редкое в этой серии. Вы видите то, что я вспомнил свое обещание? Вы видите то, что я не обман... Я не обманщик, ребята. Я не обманщик. Поэтому я также смогу выпустить завтра новую серию. Я также смогу выпустить завтра серию, которая будет длиться практически... Практически один час. Ребята, вам просто нужно мне сказать, меня попросить и поставить лайк. Я увижу и реально, ребята, выпущу как можно быстрее. 23-й Пикачу. Не хочу Пикачу. Если я буду кого-то ловить, то Пичу, а не Пикачу. Первую эволюцию Пикачу. Так, горы, 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 горы. Что у нас будет в горах? Надеюсь, тоже что-то редкое. Ну или хотя бы один лаки-блок, пожалуйста. Пока не вижу ничего редкое. Какой уровень, чувачок? 39-й. Можно тебя зафигачить. Иди-ка ты сюда. Люк с Реейу еще 3 уровня. И мы, ребята, его выкладываем. Что у меня так жарко? Кто мне скажет, ребята, почему у меня так жарко? Прикиньте, завтра пишут в погоде то, что завтра будет 42 градуса. У меня, то есть, уже начало сентября. Уже, можно сказать, даже середина сентября. А у меня 42 градуса. Круто, да? А зимой у меня плюс 15. Круто, да? Не круто, нихрена. Нихрена не круто. Нихрена не круто. Лучше бы я где-то в Питере жил или в Москве, где зимой нахрен минус 30. Я бы такому больше был рад, чем вот сейчас у меня 10 часов вечера. У меня пот стекает. У меня реально пот сейчас стекает по всему телу. Может, это мерзко? Но все же, ребята, я вам говорю чистую правду, как у меня нафиг жарко. Я вижу там, да, хотел на алтарию пойти, но она пропала. Я вижу, ребята, лаки-блок. Иди-ка ты сюда. Да, да. Я уже раз за 5 сказал то, что у нас, в принципе, сезон пиксельмона. У нас тут даже монстров нету. Поэтому я не знаю, зачем нам выпадает вот такая фигня. Я был бы рад, если бы нам мастер-болл выпал, а не нафиг алмазный меч, который нам, в принципе, нафиг не сдался. Нафиг. Ну, ладно, ладно. Может, иногда нам, может, когда-то нам что-то, да, и выпадет реально путевое. Так, иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Ты какой там 57 уровень? Нихрена себе! Так, ну... Люкстрей мы его точно не убьем, потому что у него уже там немного так жизни есть. А чрезардушка наш... Чрезардушка, в принципе, справится. Он красавчик у нас. Да, справится. Я ошибся в чрезар... А, нет, он справится. Он справится, он справится, ребята. Покехил и полетели дальше чрезардушка. Нет, не самурод, а чрезар. Вот так. Зашибись. Что у нас, ребята, тут еще будет? На карту тоже нужно... Опа! Лаки-блок! Еще один лаки-блок. Да, да, да. Это уже третий за эту серию. Цветочки! Цветочки. Лучше бы мы его не находили, если честно. Он нас тупо расстроил, потому что цветочки нам точно не нужны. Я хочу глиняный биом найти. Я хочу еще какой-то гимн найти. Я хочу еще хотя бы босика одного найти, пожалуйста. Такого пицютенького босика. Хоть не легендарного, а хоть самого обычного. Командского или, не знаю, бросенького какого-то. Ну, пожалуйста. Сейчас тут Райкваза заспавнится, да? А Санфлауэр Плейнс, она тут спавнится только на закате. Но у нас сейчас не закат. Да, и хрен бы она заспавнилась, если честно. Так. Так, кто у нас тут еще есть? Ребята, вы пока никого не видели? Лакиблоки, там еще что-то. Мне кажется, никого. Ребята, вот кстати, знаете что? Я забыл у вас спросить. Уже какой день сентября? Уже практически неделя прошла с 1 сентября. И я, ребята, у вас забыл спросить. Как вы вообще? То есть, нравится вам школа? Может, у вас что-то там изменилось? Скучали ли вы по школе? Вообще, не знаю, грузят ли в первые дни? Ребята, честно, я вам скажу свое мнение. Школа это охрененно. Я понимаю то, что там домашние задания. Я понимаю то, что там учителя напрягают. Я не знаю. Ну, школа, понятно, уроки, да? Это все понятно, ребята. Но школа, поверьте мне, человек, который уже 2 года назад закончил школу. Я закончил... Ребята, я заканчивал школу, я закончил 13 классов. Не 11 классов, как в Украине, в России, в странах СНГ. А 13 классов нафиг. И я сейчас, спустя 2 года после того, как я закончил школу, я скучаю по школе. Хоть я в ней был на 2... Я вижу лакеблок, ребята, не переживайте. Я на 2 года в этой школе пробыл больше, чем я бы пробыл в Украине и в России. Я закончил 13 классов, ребята. Ёханый, насрал! Да чё вы нам столько тут монстров да спамите, а? Ни хрена себе, ни хрена себе. Гаст в обычном мире, в пиксельмоне нафиг. В пиксельмоне нафиг. Ребята, возвращаемся к разговору, честно. Я очень скучаю за школой и... Это просто лучшее время, которое только есть в жизни человека. Честно. Я понимаю то, что там уроки, все такое, но там твои друзья. У тебя нету никаких каких-то больших забот. Школа, ребята, это реально лучшее время в жизни человека. Поэтому не думайте то, что... Кто-то вам что-то желает плохого. То, что вас там пускают, загоняют в школу родители, чтобы вам навредить. Нет, ребята. Школа это офигенно. И что самое главное, учитесь. Я не знаю, как вам объяснить. Я такой же дебил, как и был дебилом, так и сейчас дебилом остался. Но когда мне, допустим, лет 7 назад родители говорили, все говорили вокруг. Учись, дебил. Потому что это в жизни пригодится. Я так же думал, как и вы. Какие нахрен учись? Школа это бесполезно. Где мне математика пригодится в школе? Я хочу быть нахрен футболистом. Зачем мне литература? История, математика. Ребята, все вам пригодится. Учитесь, пока не поздно. Я знаю то, что вам это родители уже горели миллион раз. Я знаю то, что вам учителя это горели миллион раз. Но... Понятно, что вы не поймете. Все люди такие. Так же, как и мне горели, я не понимал. Я только понял спустя 2 года после того, как закончил школу. Так же и вы не поймете. Но я просто делюсь. Может, со всех человек, может, только один поймет то, что реально нужно учиться. И то вряд ли. Но, ребята, я вам даю реально уже проверенные советы. Школа, в первую очередь, это круто. Не думайте, как бы побыстрее закончить школу. Думайте, как бы подольше в ней побыть. И как бы подольше почувствовать, что такое реально вот жизнь. То есть, ребенка. Потому что это лучшее, ребята, что будет в вашей жизни когда-то. И не думайте, как бы поскорее пойти нахрен в университет. Или пойти куда-то работать. Нет, ребята. Это самая большая ваша ошибка в жизни. Будет то, что вы будете думать, как бы... Оооо! Как бы пойти куда-то. Ёханый! Вот кто мне нужен нафиг! Вот кто мне нужен! Глейгар! Поэтому, ребята, я вам дал совет. Учитесь! Пока не поздно. Может, я что-то смогу вбить в вашу башку. Учитесь, пока не поздно, ребята. Это всегда пригодится вам в жизни. Всегда. Учитесь, ребята. Не будьте двоечниками. Это всегда круто. И я словил Глейгар! Офигеть! Я даже забыл про этого покемона. То, что он в принципе в природе существует. А это офигенный покемон. Поверьте мне на слово, ребята. Это охрененный просто покемон. И я реально рад, что мы его словили. Мало того, он действительно такой более-менее редкий. Честное слово. И он офигеть какой крутой, ребята. Он офигеть какой крутой. Я очень рад, что мы его встретили. Это просто охренеть. Через Ардушка, миленький мой, пожалуйста. Пожалуйста, включи Утрица. Я не хочу вечером и ночью гулять по миру покемонов. Через Ардушка, миленький мой, пожалуйста. О! Спасибо! Спасибо, брателло. Спасибо. Помог. Выручил в очередной раз. Так, ребята. Полетели вот сюда, в эту сторону. У нас тут есть горы. Вот в горах. Что у нас может быть в горах, ребята? Есть ли у нас какие-то редкие покемоны в горах? Не знаю. Не знаю. Нужно подумать, нужно вспомнить. А мы, в принципе, уже сколько... Ребят, смотри, сколько мы уже пролетели. Это просто охренеть, сколько мы пролетели. И пока что... О! Ну, пока ничего не нашли, зато покелут нашли. Макс Риваев! О! Это нужная вещь. Это, ребята, очень нужная вещь. Она полностью воскрешает вашего покемона, когда он умирает. То есть, если, допустим, будете сражаться с каким-то геймлидером или с каким-то там Геннадием, да, который украл у нас все наши вещи, украл у нас весь дом. И, в принципе, ребята, вообще... Вообще! Главное, что покемонов не украл, потому что они у нас были при себе. Но Геннадий, это еще сволочь. О! О, да! Как я обожаю, когда мне с одного локеблока выпадают еще четыре нафиг. Это лучшие, ребята, ощущения нафиг в пиксельмоне. Ну, вообще, с локеблоками. Четыре локеблока. Давайте посмотрим, что она может выпасть. Яйца. Куры. Деревянные инструменты. Охренеть! У меня первый раз такая хрень, то, что с одного локеблока выпало еще четыре дерьмо локеблока. А потом с этих четырех дерьмо локеблоков выпало просто дерьмище дерьмяное. Потому что, как видите, тут ничего нормального нету. Ничего просто нормального нету. Ни хрена просто нету нормального. Офигеть просто. Дерьмище, дерьмище. Но да ладно, но да ладно. Хотя бы что-то. С одного локеблока реально четыре... О, Чармандер! С одного локеблока четыре локеблока. С четырех локеблоков говнецо. Чармандер! Я бы... Честно, я бы... Я бы... Не знаю. Может, еще одного Чармандера, ребята, словить. Как думаете? Мне кажется, это уже будет перебор какой-то. Это будет уже перебор. А я бы словил. Я бы словил. Файтинг джем. О, вот это крутая штука. Знаете, что это такое, ребята? Файтинг джем это... Гема, ну типа это кристалл... О, еще один Чармандер. Он случайно не Шани? Нет. А файтинг джем это кристалл для бойцовских покемонов. Он увеличивает вашу атаку вроде на 50%. То есть, если, допустим, ваш бойцовский покемон Хитмон Ли, Хитмон Чан, там Манки будет бить... Вот, как раз. Не успел закончить, как нам попался, ребята, Хитмон Чан. Или нет, это Хитмон Ли. Да, это Хитмон Ли. Не успел закончить, как нам попался Хитмон Ли. И, ребята, если он будет, допустим, бить по 100 урона, то если вы оденете вот этот... Ну, кристалл, то он будет бить уже по 150 урона. Это офигеть, как сильно просто. Это реально пригодится, если у нас будет потом какой-то бойцовский покемон. Это, ребята, очень даже пригодится. Покехил. Так. Люкс Рею еще два уровня. Я бы, если честно, очень хотел его уже докачать в этой серии. Хотя бы очень постараться. Пожалуйста. Пожалуйста. Найдите каких-то... Вот, большие покемоны. Большие уровни. Большие уровни. Ну, 36-й такой себе. Не очень большой, если честно. Но сойдет. Сойдет. И вот тут еще один чудачок сидит. И он, в принципе, тоже где-то 40 уровень должен быть, по идее. Не ты. Нет, нет. Не ты рулет. А вот ты. Наш... Я не знаю, что это такое. Слоник какой-то или фиг его знает. Но нормально. Еще, ребята, уровень чем-то нам остался. И мы будем уже прокачаны. Опа. Нет. Не докинул. О, 39-й. Да. Не скажу то, что много нам опыта дало. Но все же, ребята, давайте полетим дальше. Дальше, дальше. И посмотрим, что у нас тут дальше будет. Тут есть еще какие-то большие уровни. Какие-то прям 50-ые нафиг. Я бы был рад. О, зато лаки-блок есть. Зато лаки-блок есть. Уже неплохо. 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 Главное сейчас приземлиться на него. Вот так. Что нам выпало? Меч. Нам, ешкины матрешки, выпал меч. Спасибо большое нахрен. Я прям очень рад этому мечу. Прям опять вспотел нафиг. Очень рад этому мечу. Засуньте себе его подсрачник. Те, кто его туда запихнул. Иди сюда. Иди сюда, голдак. Дай нам уровень. Да! Зашибись. Еще один, ребята. Ребятушечки, ребятушечки. Остался последний уровень. Нашему люкс-рею. И мы можем его, наконец-то, выкладывать. Так. Давай сюда. Давай сюда. Люкс-реюшка. Пожалуйста. Пожалуйста. Кого бы... Какую бы жертву тебе найти, а? Какую бы тебе жертву найти? О! Лаки-блок. Мне кажется, это не счастливый лаки-блок. В принципе, как обычно. Но я его и так открою. Я его и так открою. О! Лотерея, ребята. В колодец желаний. Или что-то очень хорошее. Или что-то очень плохое. Пожалуйста. Не как в предыдущий раз. Миллион криперов вокруг меня. Что-то хорошее. Я тебя прошу. Твою мать! Нет! Что-то плохое. Что-то плохое. Успел. Успел убежать. Успел убежать. Но смотрите, сколько у меня... Как у меня много сердечек осталось, ребята. Одно сердечко. Но зато еще успею украсть себе один железный блок. Это вы меня хотели надурить. Фу, нафиг на вас. Кто меня хотел надурить? Так. Я еще и украду себе, нафиг, один... Так. Не ты, не ты. А вот ты. Я еще украду себе один железный блок. Так. Давайте, ребят, полетим дальше. И посмотрим. В какую мы вообще сторону нахрен летим? В ту сторону давайте полетим. Мы уже столько облетали с вами, ребята, в этой серии, то, что это просто сойти с ума. Честное слово. И... Ну что мы нашли? Одного босса нашли. Ословили Глэйгора. Это прям вообще супер-пупер, нафиг. Глэйгор это такой редкий действительно покемон. И то, что я его встретил, это реально очень круто, ребята. Ам... Ммм... Все. Океан. Ну тут я еще что-то вижу. Это или остров, или пустыня начинается. Нет, это не то, не то, не другое. Вот я ошибся. Вот я ошибся. Абра. Я бы Абру так хотел словить, потому что это просто с ума сойти. Но ее сложновато, ребята, словить. Потому что она ловится только с первого попадания. То есть с одного ультрабола. Вот так. Вот так. Так, словится, не словится, пофиг. А что мы еще можем сделать, ребята? Не словилось. А, нет, словилось! Абру, Абру! Ребята, если вы нападаете на Абру, если вы ее не убиваете с первого удара, то она телепортируется и убегает от вас. Если вы вступаете с ней в бой, если вы не ловите ее с первого покебола, то она телепортируется и убегает от вас. То есть у вас только одна единственная попытка. И как видите, мы сейчас ею воспользовались и словили реально Абру. Это, ребята, просто офигеть. Так, Краби, иди сюда. И Баттерфри, тоже иди сюда. Нам сейчас, в принципе, всех нужно подряд убивать. Чем больше мы убьем, тем больше опыта заработаем. Это, в принципе, логично, да? Через Аблюшка, давай, полетели. Полетели в эту сторону. Полетели в эту сторону. Я правильно лечу? Да, в принципе, правильно. Полетели и посмотрим, кто у нас тут еще будет. Может, мы реально еще босика найдем? Пожалуйста, пожалуйста. Это вообще охренее то, что мы боссы нашли, ребята. Это вообще супер-пупер просто, потому что боссы реально очень редко встречаются. А нам прям повезло нафиг одного найти в этой серии. О, Альбатросы нафиг. Альбатросы нафиг. Нет, 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 тот же тик. Нет, нет, уйди, уйди. Я сам на тебя нападу, я сам на тебя нападу, только другим покемоном. Вот так. И на тебя, Альбатрос, я тоже нападу, и тоже другим покемоном. И на тебя еще один Альбатрос, я тоже нападу, и тоже Люкс Реем. Дай нам... Да! Да, ребята. Да, 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 еще раз да. Наш Люкс Рей стал 50 уровнем, кстати. кстати покебольчик покебольчик это очень круто ребята это прям замечательно это просто офигеть так ну такое себе такое что можно нафиг выкинуть вот это можно выкинуть тут у нас в принципе много говда если честно извиняюсь за выражение у нас есть яйца спавна я не знаю зачем они нам нужны у нас есть лаки свор не знаю зачем он нам нужен зато у нас есть 20 албазов а где я нахрен 20 албазов нашел хоть убейте я не знаю ребята я я читер какой-то а где я 20 алмазов нафиг нашел я ходил 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 сейчас открыл инвентарь и смотрю что у меня появились 20 алмазов на начале серии у меня их не было вы сами ребята можете перемотать и посмотреть где их взял ребят пожалуйста кто помнит серию на изусть или кто тоже забыл посмотрите пожалуйста серию я не знаю там когда я их добыл я не знаю но ребят напишите пожалуйста в комментариях когда их добыл это реально мистика нафиг какая-то или у меня просто склероз наверное вот это наверное это правдоподобно будет но все же ребята нереально интересно где их добыл anos что хоть убить и не помню хоть убить и не помню но давайте ребята мы будем отправляться домой, быстренько домой, мы уже, в принципе, очень много пролетали смотрите, ребята, это просто охренеть, сколько мы уже тут налетали но гниненный биом так и не нашли к сожалению, да зато мы можем выложить вот этот весь хлам, или можем его наоборот забрать, попробовать выложить его вот сюда да, тут у нас есть тут у нас, ребята, есть еще местечко для вот этого, и в принципе железо, не железо, а золото и золото мы можем сюда выложить вот так, заживись, а сюда вот это все остальное, вот так вот так, вот так, вот так, заживись через ардушка наш миленький пожалуйста, включи, еще раз день, умница, давайте ребята садиться и полетели дальше аммм, не покебольщики а босики босики, приходите пожалуйста, пожалуйста, приходите босики, босики никого, реально, а есть а вы прикиньте, если бы мы Шайни нашли, я бы, я бы охренел, если честно это кто у нас? не, это Эканс ох, ты ж не хренасили так, это Эканс а прикиньте, если бы мы Шайни нашли я бы реально охренел я бы реально охренел, потому что Шайни, сколько уже на сезон идет 30 чем-то серий, я еще Шайни до сих пор ни одного не встречал просто ни одного, ребята охренел просто зато Арбока встретил зато Арбока встретил ииии, кем мы можем его убить Нам сейчас, ребята, нужно Галета прокачивать Галетушка Галетушка, а кем мы будем его прокачивать? Давайте Черезарда Черезард у нас, как обычно, капитан команды И еще разочек И еще разочек Тысячу, зашибись, зашибись, зашибись Так, а сколько я ему дала? Один уровень? Вот такое Не очень много, но все же сойдет Не очень много, но все же сойдет Так, где мы сейчас находимся? Где мы сейчас находимся? И в принципе, в принципе Давайте, ребята, дальше полетим Полетим! Где бы нам Достать мастер-бол? Кто мне скажет Нафиг? Кто мне скажет, где мне мастер-бол достать? Я тоже не знаю, ребята Может бы Геннадий нам дал Если бы мы его хорошенько попросили Или изначально бы нам хотя бы Наш дом отдал, наши вещи все отдал А потом уже, нафиг Мастер-бол, да? Ох, паскуда, еще вот та паскуда Наш Геннадий Так Опа! Монферно! Офигеть! Как бы я хотел твою первую эволюцию? Да нахрена ты нападаешь? Я пришел полюбоваться тобой А ты на меня нападаешь? Охренеть просто Логика у пацана Прям на высшем уровне Хе-хе-хе Так Я бы реально Реально хотел Кто у нас еще тут? Может, ребята, заспавнится? А нет А что у нас в горах спавнится? А где у нас вообще спавнится? Забдус у нас в саванне спавнится То есть его алтарь у нас в саванне спавнится Потом Молтерис у нас в глиняном биоме спавнится А где у нас Артикуна спавнится? А, в зимнем биоме Ну, в принципе, что логично, да? Так И что это за хрень? Ребята! Ребята! Ребятушечки! Мы, походу, гимн нашли Еще один гимн Только в этом Так, слезьте нахрен с этого черезарда Я, походу, знаю Я, походу, знаю Чей это гимн Это даже не гимн Это, ребята Это секретная база Команды R Офигеть! То есть, смотрите, ребята В первой... Не в первой серии Вот видите, тут у нас гимн есть Тут у нас гимн есть Который мы нашли Потом у нас есть У нас есть алтарь Который мы нашли Вот, алтарь мы нашли И сейчас мы нашли Где мы сейчас нахрен? Вот, в горах И сейчас мы нашли Секретную базу Команды R Так, давайте я, ребята, Еще раз вам покажу Давайте я вам еще раз покажу Давайте я вам еще раз покажу Тим... Тим Рокет И, как обычно, красная Потому что это же Тим Рокет Ребята, смотрите, что мы нашли Это постройки пиксель... Смотрите Ээээ... Джим... Да, вот Джим Вы знаете то, что Для пиксельмона Существует множество аддонов То есть, давайте я вам включу геймон Чтобы вы не думали То, что я вас обманываю В пиксельмоне Существует... Вот смотрите Лаки блок В пиксельмоне существует Очень много различных аддонов Которые соединяются То есть, если вы поставите аддон Для пиксельмона То он совместится С каким-то другим модом С модами С кучей различных модов Как видите Я установил аддон Для пиксельмона И он совместился С лаки блоками И тем самым Создал нам пиксельмон Лаки блок Сейчас, ребята Как видите Я совместил там Я еще немного там Походил там Подумал Что еще можно посовмещать И как видите, ребята У нас пиксельмон Совместился еще С какими-то другими модами Я не знаю Может это постройка Может это гимн Самого пиксельмона Или может нам его создали моды Да То есть, может пиксельмон Совместился с модами И тоже нам создал Вот этот гимн Но мы его прошли Он был очень простенький Вот, кстати, ребята Смотрите Там у нас есть гимлидер Там у нас стоит гимлидер Сейчас, ребята Давайте пойдем В Team Rocket Офигеть просто А, вот это нахрен Постройка Так Я прям реально спотел Давайте зайдем И посмотрим Что у нас тут есть такое В первую очередь Компы у нас тут есть Потом у нас тут Личинки И закрытые двери Закрытые Это не мью Это не мью Случайно Так, ребята Будем играть по правилам Если у нас тут Закрытая дверь Нам нужно найти Способ ее открыть А как там ее Нафиг открыть Мне кажется Там этого чувака Нужно убить Чтобы ее открыть Потому что он В принципе Как видите, ребята Тренер 45 уровень И он, наверное Поможет Ну, хрен его знает Давайте, ребята, посмотрим Первый у нас идет Самурок А, так Стив Его зовут Стив И первого покемона Которого он выбрасывает Это Найн Телс Давайте мы сразу С ним сразимся Хотя бы посмотрим На что он способен Чтобы знать его силы Что он Что нам только что Писал нафиг А что нам Я не видел Что он нам написал Стив Там, ребята Вы видели Какой-то там текст был Твою мать Ладно Найн Телс Это просто везуха То, что мы кинули Первого покемона Самурота Потому что Огненные против водного В принципе, обычно Водные побеждают И он убил Найн Телса С одного удара Зашибись Дальше Эмфорос Эмфорос у нас Электрический Ребята Эмфорос у нас Электрический Я даже не смогу Электрический Вроде говнет Нет Говнецом против Травяного Нет Мне в принципе Кажется Это одно и то же Кого бы я не Не заменил Он его убьет Поэтому, ребята Тут это хреново Но давайте я ставлю Водного против Против электрического Мы, конечно, пожертвовали Нашим самуротам Мы, конечно, им пожертвовали Я согласен Но зато, ребята Мы Зато мы сняли Пол жизни нашему Эмфоросу Не нашему, а его Хитмон Чан Хитмон Чан Это боксер Нафиг 45 уровень По идее Если я его лупану Эртквиком Один раз То он, в принципе Должен сдохнуть Нет Не один раз Значит два раза Он еще у нас И поджег Нафиг Так, зашибись А сколько Он нахрен Покемонов Так, давайте вылечимся Синтезис Синтезис Зашибись Серпериор Серпериор Он такой же травяной Как и мы Да Но я его, по идее Должен зафигачить Эртквиком Нет Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Давайте синтезис Синтезис Уже пошло сложновато А давайте Давайте Кранчем его фиганем Нормально Сейчас давайте Еще раз вылечимся, ребята Нет, он нас убил Он еще и сам вылечился Так Серпериор О Наш Черезар Должен отлично Справиться с Серпериором Потому что огненный Против травяного Как обычно Это гипер Супер Круто Так, дальше Слоу-бро Против слоу-бро Будет отлично Люксрей Да Зашипись Он нам, в принципе Немного жизни снял А мы его убили С одного удара Геардос Он, в принципе Полу-такой дракон Полуводный Поэтому Люксрей Если учитывать То, что он электрический Он также должен Его зафигачить С одного удара С одного удара Я выиграл Пять тысяч баксов Так Нам дали рычаг Нам дали Три ультрабола И нам дали Ревайв Ай-яй-яй-яй-яй Мы уже прям Так ворвались Нафиг Мы уже прям Так ворвались В эту Тим Рокет Офигеть базу То, что Это просто Охренеть Ну, как вы видите У нас там есть рычаг Который мы выиграли И поставили Вот сюда На дверь И тут у нас Тойлета Мью Тойлета Куда-то проход Тойлета Статуя Тойлета Реально Мью Которого мы слоем Только у нас Мастер Бола нету Я не знаю, ребята Я не знаю А мне вообще интересно Что там у нас наверху Что там у нас О, кстати Лаки Блок Что там у нас наверху Может там какой-то Финальный босс Но дабы Дабы оставить Такую небольшую О, кстати Кстати, покелун Дабы оставить Такую небольшую Интригу, ребята Давайте мы вернемся В эту секретную Базу Команды Р В следующей серии Ребята Давайте мы вернемся В следующей серии Поэтому Если вы хотите узнать Потому что Мне реально Самому интересно Что там Ого, опять вот эта фигня Только, пожалуйста, что-то нормальное Только, пожалуйста, что-то нормальное Мне реально самому интересно, что там находится, ребята Мне реально самому интересно Офигеть Мы уже, кстати, одного помощника команды R убили О, зашибись Какихел Не скажу, что прям зашибись, потому что нам тренер выпал Но хотя бы мы на нём можем немного прокачаться Хотя бы немного, да Я вижу то, что мы на нём очень прокачаемся Давай, давай через артлупани его, пожалуйста, ради меня Один Так, я вижу то, что ты не очень хочешь его убить Так, один, зашибись Два, пожалуйста Это пофиг, то, что нам, ну, в принципе, опыта нам немного даёт, да Но всё же он нас убил, нахрен Самурод А ну давай, развали их, нахрен, всех Твою мать, а Так, ещё раз, люксрей А всё? Я не могу больше с ним сражаться, зашибись Оконская броня Котики И яблочки Охренеть просто Охренеть просто Поэтому, ребята, к сожалению, давайте мы закончим Мы закончим прямо сейчас И если вы хотите узнать, что там у нас Что там нафиг у нас находится В этой базе команды R Ребята, поставьте лайк Я вам даю свое слово, то, что я сказал Чем больше лайков наберём, тем быстрее будет новая серия Тем длиннее она будет, как сейчас, допустим, уже 40 минут Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк Минимум набираем 7000 лайков Я завтра же выпускаю новую серию Пиксельмона Если вы, конечно, этого захотите Ребята, также подписывайтесь на мой канал Потому что каждый подписчик для меня Как друг Зовите своих друзей на просмотр этого видео Скидывайте им ссылки Делитесь этим видео вконтакте В соцсетях И также делайте репосты, ребята Напишите что-то интересное в комментариях На самые интересные комментарии Я буду отвечать там Факты про себя Факты про меня Вопросы любые для меня Ребята, я вам постараюсь ответить И, как обычно, я уже сказал Подписывайтесь на мою страницу вконтакте Ссылочка сразу Первая Сразу первая ссылочка в описании Просто нужно Провернуть Пролистать немного страницу вниз И вы там, ребята, увидите ссылочку на мою страницу вконтакте Я буду ждать вас там А сейчас, ребята, мы уже будем заканчивать Ещё раз большое спасибо за просмотр Всего удачи И всем пока